Всем привет, я Влад, это магазин Попади в Десятку. У нас в магазине появилась такая вот интересная винтовка от, соответственно, китайского бренда Strike One. И это B028 в деревянном ложе, кстати говоря, очень даже приятная, сделана в компоновке Bullpup. Но, несмотря на то, что ствол здесь 400 мм, она такая легкая. Но об этом расскажу чуть дальше. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите свой комментарий. Третьих несложных действий очень сильно помогут нашим видео в продвижении. И мы будем бесконечно, конечно же, вам благодарны. Потому что ведь мы стараемся искренне. Мы на вас, конечно же, надеемся. Возвращаемся к винтовке, комплект. Что же в комплекте тут нам положили? А положили нам инструкцию на русском языке. Довольно-таки хорошую, кстати говоря, инструкцию. Очень много всего здесь описано нужного. И кроме нужного нет ничего. Отлично. Это всегда хорошо. Конечно же, инструкция на русском это good. Помимо этого, есть магазин барабанного типа, который, кстати говоря, магнитный. Ровно как и то, что сейчас стоит здесь. То есть, однозарядный лоток. Помимо этого, ключ для снятия манометра. Два шестигранника. Заправочный штуцер и набор уплотнителей. Смотрите, какой интересный комплект. Даже толком докупать ничего и не нужно. Ну, в целом-то да. Давайте посмотрим на эту винтовку в деревянном, таком красивом ложе уже поближе. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Произведена модель китайской компании Strike One. И относится винтовка к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Манометр установлен на передней стороне корпуса и предназначен для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера. Стреляет же винтовка валанчиковыми пулями в калибре 4,5 мм. Для произведения выстрела винтовку, конечно же, необходимо взвести. Делается это довольно-таки просто. При помощи затвора, который расположен на правой стороне корпуса. И так. Оп. Все. После этого винтовка может уже стрелять. Все правильно. Возводить ее нужно будет перед каждым выстрелом, потому как стреляет она исключительно в одиночном режиме. Спусковой крючок винтовки оборудован неавтоматическим предохранителем, как защита от случайного выстрела. Также у винтовки имеется модератор, он же глушитель. И вот что из интересного, я бы сказал, даже такого немного необычного. В целом, в основном, на винтовках, которые сделаны в компоновке Bullpup, Планка для дополнительных каких-то оптических прицелов и всего остального. Это вивер 22 мм. Но здесь эта планка ласточкин хвост 11 мм. И все же, безусловно, вы можете ее поменять. Просто открутить и поставить сюда планку под вивер. Это в целом не проблема. Но то, что изначально идет планка под ласточку на винтовках в компоновке Bullpup, это довольно-таки редкая история. Но в целом, сами понимаете, не проблема. Тыльник у винтовки резиновый и рельефный. Длина изделия 675 мм, из которых 400 мм, это длина ствола. Калибр 4,5 мм, объем ресивера 300 кубических сантиметров, вес винтовки 2 кг и 200 г. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули ствола достигает 280 мм в секунду. Но на территорию нашей страны, именно России, винтовки поставляются, конечно же, в ослабленном виде с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки этой винтовки не нужны никакие специальные документы. Приходите и покупайте. Или же делайте это и вовсе онлайн. Но если, конечно же, вам есть 18. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я подскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. И сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Друзья, если вам понравилось видео, обязательно оцените его лайком. Также подпишитесь на канал. Ну и напишите в комментариях, как вам данная винтовка. Может быть, конечно же, возникли какие-то вопросы. Может быть, я что-то недосказал. Задавайте это все в комментариях. Мы с удовольствием, конечно же, вам ответим. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Пока и до новых обзоров.